Здравствуйте, дорогие друзья! С наступающим Рождеством и Новым Годом вас! В этом видео мы с вами научимся правильно готовить штоллинг, знаменитый немецкий рождественский кекс. Необыкновенно вкусный, с орехами, изюмом, цукатами, пряностями и таким сказочным ароматом, что от него кружится голова. Не даром говорят, что штоллинг – это атмосфера Рождества. Когда будете печь, не говорите соседям, сами придут. Часто слышу, будто готовить штоллинг сложно. Уверяю вас, это не так. Штоллинг – красивый пазл, собирать который – одно удовольствие. Мы с вами вместе приготовим бесподобное дрожжевое тесто, дадим ему созреть, начиним сладостями, испечем и украсим, как рождественские подарки. Штоллин и есть подарок. Главное – его сразу не съесть. А то знаете, как бывает? Один кусочек, второй, третий попробовали, и вот ты снова месишь тесто. Вот все, что нам понадобится до штоллина. Мука, орехи, масло, молоко, пряности, перечень, ингредиентов перед вами на экране и в описании. Если надо, поставьте на паузу. И еще хочу поблагодарить всех, кто был со мной в выходящем году. Спасибо вам за вашу поддержку и участие, друзья. С Рождеством! Сухофрукты за сутки замачиваем в ликере, бренде или роме. Нужно 70 мл алкоголя или сока, если не хотите спиртное. И еще одно. Если заранее не успели замочить, не расстраивайтесь. Насыпьте в мисочку, накройте пищевой пленкой, проколите несколько дырочек и на 2 минуты в микроволновку на минимум. Орехи подсушиваем на сковороде и измельчаем скалкой. Не до мелкого. Так вот удобно. В кульке. Занимаемся тестом. Нужно сделать сначала опару. Но опару я делаю прямо внутри муки. Всего количества. Сейчас увидите. Опускаем муку в удобную миску. В муке делаем такую лунку. Молоко обязательно должно быть теплое. Половинку сначала нам достаточно. Здесь 50 грамм свежих дрожжей. Если вы будете брать не свежие, а сухие, то в 3 раза меньше. Дрожжи в молоко покрошили. Теперь берем ложечку сахара и размешаем. Из общего количества сахара. Оставим буквально на 10 минут, чтобы дрожжи заработали. Нам нужна будет такая шапочка. Вы ее узнаете сразу. Под пленочку на 10 минут. Пока опара поднимается, берем лимон и апельсин. Натрем цедру лимона и апельсина. Беленькая старайтесь не стирать. Шапочка наша прекрасно поднялась. Посмотрите, какая классная шапочка. Это говорит о том, что дрожжи идеально свежие. Это хорошо. Теперь оставшееся молочко. Сюда же. Сахар. Пол чайной ложки соли. Перемешиваем. Пока лопаткой. А потом уже, когда будет гуще, неудобно, будем руками. Вот такое должно получиться. Эластичное. Мы еще не добавляли масла. Сейчас можно добавлять специи. Корица. Гвоздика. Мускатный орех. И имбирь. И размешиваем. Присыпаем мукой слегка. Переходим на стол, так удобнее. Масло, которое размягчилось уже, нам нужно поместить в тесто. Аккуратненько его вмешать. Делаем это вот так. Берем кусочек масла. Оно размягченное. И просто руками, вот так вот, аккуратненько. Вмазываем его. Втираем. Хотела еще сказать. У ютуба новый алгоритм. Проверьте, пожалуйста, свою подписку. Чтобы в новом году мы не потерялись. И снова были вместе. Чуть-чуть подпылить можно, но много муки не кладите. Не надо забивать. Специи. Маслечко. Тесто идет отдыхать. Вот так. Под пленочку в теплое место на полтора часа. Поднимается. Вот так тесто поднялось. Орешки. Изюм. Это финики. Финики почистили от косточки. И порезали на кусочки. Егермайстер сливаем. Чудесного алкоголя, который нам здесь не нужен. Он свое уже сделал. Нам помог. Ягодка наполнилась ароматом. Здесь ложечка крахмала. Буквально там 10-15 грамм. И мы сюда ягодку нашу помещаем. Чтобы она была просто посуша. Вот так. Перемешаем с крахмальчиком. Цедра лимончика и апельсина. Добавили. Цукаты, друзья. Рассыпали. Вот такая красота. Ванильный сахар. Не забываем. Или ванилин. То, что любят больше. Или у кого что есть. Вот так. Теперь, друзья. Все это нам нужно. Красиво. Собрать. И размешать вместе. Вот таким образом. Кажется, что начинки очень много. И как же нам все это сделать и размешать. Сейчас тесто все вберет в себя. И оно будет уже с орешками, цукатами. Вот такое получается тесто. Тесто тяжелое. Много орехов, изюма, цукатов. Масляное. Специи дают запах. Ну, в общем, просто чудо. Но нам нужно, чтобы это чудо еще раз поднялось. Мы его опять сюда же возвращаем. И оставляем опять на часик. И в теплое место. Посмотрите, как подрос. Красиво. Вот так вырос. Мягусенький такой. Как я люблю такое тесто. Вообще любое. Обожаю. Форму застилаем пергаментом. И между расстояния, чтобы не слипались они, я между ними снова вот так вот положила по кусочку бумаги. Ой, какая красота. Так, моя хорошая, давайте сначала на две части. Так легче будет. Вот так. Чуточку разомнем. Вот так, немножко. Вот так. Эта часть подождет. С этой будем работать. Орешки. Такую колбаску как бы делаем. Ну вот, 50 сантиметров колбаска. Где-то по 17 сантиметров. Мы вот так. И вот так. Хорошо. Мукой припыляем. И эти ждут. Эту раскатываем. Вот так раскатываем. Немножко в сторону. И на себя. Орешков тут достаточно. Но мне хочется внутри, чтобы еще были вот такие цукатики, которые у нас есть. Здесь вишня, изюм и курага. Я хочу еще внутри, чтобы полосочкой было завернуть. И получается такой штолен, который сам по себе вкусен. А внутри еще начинка. У нас будет 6 маленьких штоленов. Небольших, а маленьких. Поэтому я и начиночку делю на 6 приблизительно. Вот пополам. И каждую еще на 3. Вот так. Так, смотрите. Мы распределили. И теперь делаем вот таким образом. приблизительно на 3 части. То есть третью часть прикрываем. Уголки здесь тоже защипили. И здесь защипили. Вот так. Чуть-чуть вдавливаем, чтобы не убежали отсюда наши украшения вкусняшки. И вот так. Ладошкой вот этим местом берете аккуратненько и делаете такое маленькое углубление в штолене. А потом поворачиваете и как бы стараетесь прикрыть. И делается такой козыречек. Вот так. Раскатали. Теперь аккуратненько так. Смотрим на эту часть. И изюминки, которые с этой стороны, потому что это лицевая, пока повынимайте аккуратненько. Чтобы они не подгорали, а были внутри целенькими и симпатичными. Вот так. Так. Теперь сюда развернули. Снова раскатали. И вернули изюмки на место. С этой стороны пусть будут внутри. И вот так. Штолен это как бы пеленание младенца. Иисуса Христа. Так говорят. 15 минут прошло. Штолены подросли. Идем в духовку. Ставим на 190 градусов. Они маленькие, поэтому нужно смотреть. 30 минут и мы посмотрим. Вот такие замечательные получаются у нас. Готовы. Проверили деревянной шпажкой. Вот такие они чудесные. Запах, аромат. Все. На всю квартиру. У меня топленое масло. И пока раскаленные, горяченькие, их нужно смазать очень-очень хорошо со всех сторон сливочным маслом. Как только помазали маслом, буквально сразу, пока горячие, опять же, обильно, обильно. Это как консервант. Поэтому долго-долго может храниться эта вкусняшка. Потому что мы вот так вот щедро сахарной пудрой со всех сторон, опять же, должны посыпать. Аккуратненько. Оно просто очень нежное. Удобно вот так на решеточке. Видите, еще пар идет. Вот такую корочку как бы мы делаем. Запах, друзья, невероятный. И топленое масло, и пряности, имбирь, гвоздичка. Друзья, мы приготовили его. Давайте посмотрим, какой он внутри. Конечно, он должен настояться. Конечно. Друзья, цукаты, орехи, изюм, пряности. Конечно, он будет еще вкуснее с каждым днем. Просто хочу показать, что он испекся. Вот такой вот. Все испеклось абсолютно. Теперь нам нужно запеленать штолины. Пергамент для запекания, пищевая пленочка, несколько веточек, пару украшений елочных. Вот так мы украсим наши штолины. Будет красиво и интересно. Вот так. Вот такие елочки, новогодние игрушки. Конечно, не стеклянные, легенькие совсем. Но это здорово. У меня вот такая корзина с красивой тканью для Рождества. И сюда мы соберем наши подарки. Это ведь здорово. Подарки сделаны, испеченные своими руками. Ну вот, друзья. Мы с вами приготовили настоящий штолин. Украшение праздничного стола. Прекрасный подарок. Спасибо вам за компанию. Хорошего вам Рождества. До встречи. Пока-пока. Надеюсь, что в выходящем году мы еще с вами встретимся. Продолжение следует...